Всем привет, с вами Саня Туман и сегодня мы приехали во Владивосток. Здесь купим машину до 1 миллиона рублей и на ней отправимся домой. Давайте не будем отрываться от реальных людей, реального мира в целом с этими машинами. За 3, за 5 миллионов мы ходим по салонам, смотрим эти китайцы вообще за бешеные какие-то деньги. 7-8 миллионов. Я не представляю, кем надо обычному человеку работать, чтобы заработать на такую машину. Может быть продать квартиру, может быть копить полжизни, хотя цены все равно растут, растут и ты хрен вообще накупишь, когда на это. Интересно, что можно купить именно до миллиона. Вот это как бы самая актуальная по мне информация и самая интересующая обычных людей. Какую машину можно купить, какой вообще есть выбор. Понятное дело, что даже русскую машину из салона ты новую не купишь за миллион. Самое днище какое-то за миллион можно найти, но плюс-минус что-то нормальное это уже больше миллиона. Поэтому мы не рассматриваем новые машины. Мы будем брать 5-7 лет, что-то такое более-менее свежее, но не прям еще старое, не десятилетнее и не дальше. Конечно же это иномарки и брать какие-то машины из Армении или еще откуда. Сейчас с этими налогами, пошлинами, утильсборами ты не привезешь машину до миллиона оттуда. Соответственно это только что уже есть в России. Итак, я сам человек с западной части России, с Ростова. Мне интересно показать людям какую-то альтернативу, допустим, машины с правым рулем. А где у нас столица правого руля? Это конечно же Владивосток. Поэтому мы прилетели сюда и будем искать машины здесь до миллиона. Ну понятно, но с разбегом 5-7 лет. И скорее всего это все мы поместим в одну категорию, такие как кейкары. Потому что это машины свеженькие, машинки интересные и их огромный выбор. Поэтому будем именно из них выбирать. Я вам конечно не буду навяливать, что я разбираюсь в этих машинах. Я конечно могу почитать там в интернете, что-то посмотреть и тут с умным лицом ходить вам рассказывать про эти машины. Но у меня же есть вон друг Женя с компанией Владдилеру, у которого мы покупали Краун год назад. И вот он нам согласился помочь, походить и рассказать, как здесь можно купить машину, чтобы не нарваться. Потому что тонкости покупки машины с правым рулем, особенно там она откуда, ну в основном с Японией. С правым рулем это из Японии. Здесь вообще Владивосток в основном машины из Японии. Короче очень много тонкостей, чтобы не нарваться на какие-то, ну какие моменты может быть? Можно нарваться на битую машину. То есть надо уметь пробить ее. Помнишь, когда вы покупали в Якутии Воксе, я вам помогал, мы делали пробивку, правильно, да? Это первый момент. Второе, о чем можно нарваться? То есть машина может быть в связи с законом от 1 августа того года, есть нюансы с утильсбором. А, то есть мы можем купить и потом еще попасть на утильсбор. Ну может быть вообще она какая-нибудь там конструктор, распил, есть что-то такое? Да уже такого, кстати, сами, что-то я уже давно такого не припомню. Ну какие-то вообще махинации какие-то здесь есть такие? Ну сейчас махинации, а это мы как раз обращаемся к первому пункту, к вопросу о пробивке. Не, ну это уже такая она распространенная история, она может быть в любом регионе, не обязательно в Владивостоке. В любом регионе. Ну ладно, с покупкой машины это понятно, а вот конкретно в таких вот кейкарах, ты понимаешь? Да, есть такой момент. Кейкар это автомобиль с мотором 660 кубиков и не более, не более 6. В общем, стоп, давай такой, кликбейт маленький. В Японии есть закон о кейкарах. На основании этого закона там не надо в парковочное место, можно парковаться где хочешь, в Токио, да? Нет вот этих проблем, есть закон о кейкарах. В связи с чем, кейкар это обязательно определенного размера автомобиль с мощностью двигателя не более 64 лошади. Почему они все 64 лошади? Турбовые, не более. И, соответственно, мотор должен быть больше 660 кубиков. Танк у нас литровый. Это как бы, Сань, не совсем уже кейкар. Вот, я, кстати, в интернете гуглил, я вот пытался нагуглить танк, а он мне говорит, что это типа мини-мини-вэн, что-то такое. Да, Санек, это так и есть. Что-то такое. Но она отличается только от двигателя. Да, Сань, просто он литровый. Чуть-чуть побольше. Ну, это... Это же плюс вроде как. Это, по-моему, только плюс. Это как будто бы не минус. Вот на такой вопрос мне ответить. Вообще, кейкар это не считается женская машина? Нет, не считается. Кто пользуется такие машины? Вот давайте, опять же, немножко так вернемся. Года 3-5 назад здесь вот кейкаров были единичные случаи. Вот стоянка, мы сейчас находимся, да, то есть были единичные случаи. Они считались женскими. Сколько ты сказал, 3 года назад? 3-5 лет назад. Это до утильсбора. До всей вот этой... До вот этих подорожаний налогов. Да, до всех известных, всех историй и так далее. То есть это считалось как будто бы, как ты говоришь, женская, детская. Там двухлитровый бывает только сок, вот это все. Все вот эти истории. А сейчас это бюджетно, надежно, безотказно. Маленькие налоги, маленький расход. В городе парковаться удобно. И вообще... Да не, она клевая, конечно. И места в ней вроде много так. Сань, мы сейчас с тобой вдвоем сядем и придется Ване кричать, а у, ты где? На самом деле, все по деньгам же, правильно? Ну да. Народно. Аукцион 3,5 балла, это же херня. Ну почему херня? Ну мы можем с тобой его в теории-то пробить. Нет, ну вообще вот если 3,5 балла, это плохо? Нет, неплохо. Опять же все по деньгам. Если у тебя есть деньги, Сань, мы тебе можем купить сэзанка 5. Цена 1,080. Хорошая цена? 19-й год. А надо сейчас честно ответить. Если честно ответить, то подзаказ будет дешевле. А вот так вот, если покупать. Ты же знаешь, что я специализируюсь на машинах подзаказ, поэтому все-таки это больше мой рынок. И подзаказ он будет, конечно, существенно дешевле. На сколько? До миллиона будет, до миллиона. До миллиона. До 80 тысяч дешевле? Ну как минимум. Это как ты считаешь, хорошая разница? Я считаю незначительной. А мне кажется, в контексте данного авто неплохая. Потому что здесь я могу сразу вот так ее потрогать, посмотреть, а там мне надо ждать. Сань, ну как это? Сколько ждать? 2-3 недели. А я тут приехал, сразу купил. А то, что у тебя бюджет всего миллион, и тебе надо купить сигналку, купить колеса, тещи на юбилеи отложить деньги. Ты забыл? Это же миллион рублей. То есть, ну, не, я понимаю, что вот эти вот есть аргументы. И еще у тебя, ну, преимущество подзаказ, то есть я еще буду видеть ее настоящую историю. Здесь как бы под сомнениями. Вот это даже оценка 3-5, это уже не очень крутая оценка, но уже даже она под сомнением. Все верно. Потому что где мы находимся? На вторынке. Мы находимся на вторынке. И поговариваешь, что здесь как бы, ну... Поговаривать, что здесь не все продавцы, честно. Мы не скажем, что все. Да. Но мы скажем, что есть тут недобросовестные ребята. Ну ладно, пойдем дальше. Пойдем. Это что, у нас Дайхатсу Танте? Ну, это вот именно то, что ты говорил. Кейкат. 06, да? Все верно. Ну, вот даже сам сравни. Помнишь, ты вот минуту назад спросил, вот это как будто бы лучше. Ну, и вот как будто бы вот танк рядом стоит чуть-чуть побольше, чуть-чуть поинтереснее. Танк мне просто нравится, во-первых, по названию, и то, что это Тойота. Это уже сразу для меня решающий аргумент. Вопросов нет. Хотя это кастомное, то есть у нее другие бампера, другое литье, другие фары ледовские. То есть, конечно, это жирная комплектация. 4 балла. Цену не пишет. 15-й год. А там 19-й год. Весь ряд, смотри, этих кейкаров. О, это тоже танк, да? Да, это танк, только кастомный, Сань. То есть, это на ледовских фарах, с другим бампером, с другой решеткой. Обвес это доп. функция, а кастом это с завода. Кожаный руль. Цвет, конечно, хотелось бы другой. Ладно, седан, баклажан. Год 17-й. Миллион рублей. Слушай, ну вот этот как-то в салоне, посмотри, такие уже мониторы, такие древние. Не, ну этот на климате тоже хороший. 4ВД. Почему-то в наших автопутешествиях с нами всегда ездит какая-нибудь бытовая техника. В прошлый раз это был автомобильный холодильник, а в этот раз вот такая компактная кофемашина от Redmond 7707, в которой очень легко можно сделать какой-нибудь вкусный кофейный напиток. Всего лишь одним нажатием можно выбрать то, что тебе нравится. Для меня это, конечно, Американо. И нажать запуск. Вы легко освоите кофемашину благодаря интуитивному, понятному управлению, подсказке на дисплее, крупными надписями и цветными изображениями. А давление в 19 бар обеспечит мощную выжимку из зерен, чтобы получить максимально насыщенный напиток. Я люблю черный, горький кофе, но если вы любите с молочком, то можно его отдельно вспенить. Либо выбрать сразу капучино или латте. В общем, 5 напитков в одно касание. Кстати, можно настроить объем порции по отдельности и кофе, и молока. И тем самым можно сделать напиток более молочным или, наоборот, более насыщенным кофейным вкусом. Также можем отрегулировать степень помола и сделать напиток более ароматным и насыщенным. Благодаря этому у вас есть возможность создать напиток индивидуально под себя. Так что, если тоже хотите делать хороший кофе просто каждый день, то ссылочки на эту машину найдете в описании. Да, вон то, что у нас. Это тоже танк. Тоже танк? Это ты просто, Саня, сегодня в начале, когда приехал, сказал, что танк не популярная машина. Помнишь? Не, я гуглю просто. Да, да, да. Какие самые популярные вообще. Да, 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 да. А мы с тобой как не идем, это что, Жека, это что, танк? Да. Это что, это опять танк? А у них есть какие-то рестайлинг там? Да, конечно, конечно. С какого года у них пошли? Ой, с 21-го, наверное. Да, вот это 950, кстати. 18-й год. Да. Пробег 49 тысяч. Вот, здесь уже вот экран другой, смотри. Да, здоровый, могу. У него животное лежит. Китайский. Вот смотри, Сань, рядом стоит онбокс, его собрат, и он кастомный. Видишь разницу вот между ними? Решетка. Решетка, фары трехлинзовые, да? Туманочки, бампер, видишь, другой. А здесь простые фары. А это тоже такой? Ну, это собратья. Как ты говоришь? Это N-вагон, а это N-бокс. Уля, у этого фары какие круглые, прям. А это Саня N-бокс слэш. Еще какая-то разновидность? Н-бигаик там. Да, N-серия большая. N-one, N-ваген, их там много. N-бокс. 825 тысяч рублей. О, это даже дешевле получается. А год у них? 16. А он постарше, просто. Да. Смотри, сколько этих вообще еще кей-каров стало. По-моему, когда мы в прошлый раз здесь были, и вообще столько раз приезжаем, вот первый раз столько вижу, чтобы на рынке их было. Не, ну смотри, вот это же тоже, это все кей-кары. Да, да, ну это Руми, вот, Санек, это разновидность. Вот смотри, танк стоит и Руми. Это одна и та же машина в разном, как говорится, бамперах, салоне, все, двигатель, подвеска. Ну что, то что отличается? Да, бампера, вот, Сань, посмотри, фары и бампера. Какое тебе, Ваня, больше нравится, танк или Руми? По мне они как будто почти одинаковые. Нет, нифига. Ну там круче. Да нет, ну отличается, конечно, морда отличается. Ну чуть-чуть. Нормально. Ну, наверное, танк. Смотри, для меня еще разница вот в этих бамперах, она настолько незначительная. Да нет, ну здесь и решетка, и фары. Фары другие. Ну они похожи. Не такая разница, как у этих, типа. Да, да, да. Скажи на камеру пару слов, что санкционку берут. Санкционка это что такое? Ну это гибриды, больше 1,9. А, санкционно, то что сейчас нельзя с Японии напрямую, через Корею. Вот эти машины берут, ну, E-Power, это она подходит под последовательный гибрид, и там утиль получается 5-200. Вот их как бы берут, ну, а в принципе берут, но просто один из таких больших минусов, большая доставка. Три, а то и четыре месяца, грубо говоря. А компания Влад Дилер вам привезет за полтора-два месяца? Санкционку. Санкционку. Так, в принципе, как обычно, все до миллиона, ну, такие машинки берут. Три-пять лет назад их не было, скажи. Ну, лет пять назад. На этой стоянке одна стояла, две. Вот ты на конкретном, про тройку возьмем, лет пять назад. Ну, по говоря, как сделали вот этот утиль коммерческий, все, и на них сразу все упали. Ну, так это год назад было. Да. Ну, вот здесь человек стоит, почему Димон так говорит уверенно, потому что здесь стоит человек, мы не будем говорить, как его зовут, но он эти пару лет уже торгует этими кейкарами. Да ты сам их возил. Помнишь? Ну, а лет пять назад не возил. Просто на них, видишь, спрос, как бы, по чуть-чуть появился, что они, цена и качество, и люди, как бы, начали просто так вот так. Не все же там есть деньги на автобус. Вот Саня как раз и приехал и говорит, что машины до миллиона. До миллиона, да. Кейкара, ну, именно, конкретно кейкара, так до миллиона может до хера чем найти. Согласен. Ну, вот это линейка, получается, вот кейкары, как мы с тобой сейчас сказали, вот это микровэны. Микровэны. Вот они, до миллиона. Пойдем в салон посмотреть. Это инбокс? Да, это инбокс. Ну, что-то мне не нравится в салоне инбокс. Во-первых, ну, ну, это все понятно, что такой какой-то он потертый, как будто, да, пробег большой, ну, даже вот из-за таких элементов всяких. Ну, просто вот это. Либо за счет того, что это дешевая машина, просто дешевые материалы, поэтому они и усасываются быстрее. Но, кстати, вот таких вот машин именно инбокса я в Москве больше всего наблюдаю. Ну, наверное, посвежее. О, это я не знаю. Вот в них я не особо разбираюсь. Что там? Что-то как-то я не пойму, как поднимается. Может, она не поднимается. Да ну нафиг. Блин, ладно, ну то вы, мое. Ну, место, кто-то, нормально так. И высокий такой он, блин. Ну, что там? Просто я видел там, в танке, как выглядит. Мне там как-то больше внутри понравился. Кстати, я загуглил. Вот он же говорит, что танк это не некий кар. И действительно, вот смотри, написано. Это микровэн. Танк это уже микровэн. Есть минивэн, а есть вот микровэн. В класс кейкаров подходят машины с двигательным объемом не более 0,7 литра. А у танка литр. Кроме того, по габаритам он чуть больше классического кейкара. Кейкар до 3,4 метра. А длина у Тойоты 3,7 метра. То есть, он чуть-чуть больше, и это уже микровэн. Но, не знаю, мне пока вот этот танк больше всего понравился. Ладно, пойдем дальше смотреть. Кто-то бонты, а кто-то маньяк. Кто-то как ты, кто-то как я. Не зажигай и не гаси. Не верни больше, не проси. И успокойся. Танту посмотрим. Не, ну он поинтереснее выглядит в салоне, да? Чем вот то, что мы смотрели вот этот. У меня как будто плюс-минус все одинаково. Не, не, мне вот сразу, видишь, нравится вот этот вот экранчик какой-то. Здесь как-то все более, как бы, как сказать, чинно, благородно. Комфортабель. Да, как-то, ну, мне больше все сразу нравится. Просто мне сама марка машины не нравится. Ну, не знаю, я видишь, просто вообще, как говорится, дрочу на Тойоту. Но, Хонда как бы тоже клево. А вот Дайхатсу, не знаю. А что, Дайхатсу, это что же, типа, Тру, Японец, там? Допускай, я что, я не против. Я говорю, просто мне не нравится. Может, просто как бы у меня не было машин, я про них ничего не знаю. Ты что, знаешь, какие-нибудь Дайхатсу? Вот прям, знаешь, какую-нибудь крутую Дайхатсу назовите? У них малышки все. У них все маленькие. Типа, вот, я не помню, как модель называется. Ну, а-ля Ниссан Микро у них вот такие машинки есть. А-ля Матизы, короче, вот такие вот. Ну, да, кстати. Ну, может и есть, но я не знаю лично. Короче, как-то вот на Дайхатсу мне не легло. Но в салоне мне он нравится больше. Пойдем дальше. Хотя, вон, смотри, какой Дайхатсу стоит крутой. Дайхатсу ТАФТ. Клево. Ну, вообще, стихо. Ну, потому что красный, значит, красивый. Такой он, конечно, малыш вообще. Как помнишь, это вот уменьшенная копия нашего Хаммера. Помнишь, у нас был красный? Или танк Аж-3. Да. Вот прям очень такой. У меня сразу ассоциация к ним. Не, ну, он прикольный. Я себе, конечно, красный не куплю, 100%, но так прикольно выглядит. А он в салоне прям вообще клевый какой, посмотри. Так ты год видел? Такой. Двадцать первый год, миллион триста пятьдесят. Блин, вот тут как будто бы вот был бы другой цвет, я бы прям вот переплатил бы. Ага, все-таки уже Дайхатсу, не Тойота, да? Посмотри, салон какой. Это микро-джип. То есть тоже уже не кей-кар? Нет, это кей-кар. Все кей-кар. Все-таки кей-кар. Просто среди кей-каров они есть, как минивены, мы с тобой видим, да? И микро-вены. Микро-джипы. Молодец. Что еще? Ну, вроде пока все. Нет, так это все-таки кей-кар или типа кей-кар? Нет, это прям кей-кар. Турбо, кстати, нет, 64 лошади, это кей-кар, да. Да, 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 это прям кей-кар. Да, но он уже, видишь, миллион триста пятьдесят. Да. Ну, как вы хотели. Это же микро-джип, Сань. Джип. Полный привод, турбо. А вот, кстати, смотри, это вот его конкурент. Это тоже микро-джип, Сузуки Хастлер. Это тоже микро-кей-кар, точнее. Кей-кар микро-джип, Сузуки Хастлер. Слушай, ну он как-то несуразный выглядит, да? А он в комплектации бедный, это из-за этого. И постарше он. То есть по годам. Видишь, это двадцать первая, эта модель появилась, недавно стала проходной. Ну, относительно недавно. А этот уже давненько, с четырнадцатого года. А ты можешь назвать мне у Daihatsu какие-то прям вот легендарные культовые машины? Ну, типа, знаешь, как вот там Crown у Toyota, там у Nissan какой-нибудь, там Skyline. Ну, Daihatsu это дочерняя компания Toyota, выпускающая очень много копий машин, допустим, у них есть Camry, Prius Alpha. То есть это как бы еще бюджетнее Toyota? Ну, это прям вот копия Camry, прям копия, с шильдиками Daihatsu. Не, я понял, ты говоришь дочерняя, то есть это, ну, типа... Да, вот кей-каров у них очень много. Типа, вот как и Lexus, это типа премиально, а Daihatsu это как... Это как бы чуть-чуть, как будто бы попроще. Вот это получается самый крутой кей-кар. Премиально. Honda N-Wagon. Это, он старенький, 14-15 год, ну, факт. Ну, что-то вот тут... Нет, просто нет, он бывает с нормальными, с кожаными вставками совсем, Сань. Должен быть этот. Ну, вот эта туфта красная поинтереснее. ТАФТ? Да. Ну, ты сравнишь машину более нового, это с 14-го года, а та с 21-го. А, просто... То есть такие кей-кары же тоже бывают там посвежее, по-новению. И, кстати, еще про легендарный Daihatsu, вот, отлично. Это Daihatsu Hi-Jet. А, это уже не кей-кар, да? Это кей-кар, грузовой автобус, подходит под кей-кары, все верно. Мы сами в компании 2,5 года его эксплуатировали, когда у нас еще фирма такси у нас была, мы на нем что только не возили, что только им не таскали, таксишки тягали, грузы возили. Слушай, ну вот этот... Очень достойный аппарат. Турбо. 4WD с кнопки. LED-оптика. Диодные фары. А вот этот инбокс поинтереснее выглядит. Это слэш. У него там кожаный салон, да, или это чехлы? Усиленная шумоизоляция. А у него музыкальный салон у него, посмотри, у него сабвуфер заводской стоит прям в панели. О, вот это туда нифига себе. Смотри, какой салон прям весь. Такой, наверное, будет дороже миллиона точно. Это 15-й год. Не думаю, что сильно дороже будет. Не, ну сильно сколько? Ну типа миллион, наверное, так же 300, наверное. Эта машина не очень популярна. За всю свою практику я привозил такой только один. Это было очень давно. Кстати, первый Nissan у нас. Days Rooks Highway Star комплектация, типа максималка, передний привод, 17-й год. По-моему, я уже точно решил, что буду какой-нибудь либо танк, либо... Ну нет, туфта красная просто не подходит. Туфта красная. А так... А, вон тоже Nissan. Да, точно такой же, Days Rooks. Вот этот, кстати, черный уже, смотри, совсем по-другому. Да нет, это нормально. Nissan нормально, но Nissan сам по себе, мне просто марка не нравится. Согласен, взаимно. А так... А как же Skyline? А мне не нравится. Это Настин Skyline был, да? Не, ну как бы покупали вместе, но я не фанат вообще. Может поэтому мне и не нравится, потому что я видел, как им владеть. Мне не нравится. Что-то как-то этот рынок меньше сильно стал. Да, Санек, его действительно уменьшают. Вот там раньше машины были, да? Вот тут были, Сань, машины. Вон там были машины, там и даже выше, вон там были машины. Просто выяснилось, что это немножко незаконно земля была захвачена. Сколько? Лет 30? Приблизительно лет 30 она была незаконно захвачена. Там, блин, выяснилось, что там оказываются какие-то форты, сооружения исторические. Тут земля военных тоже незаконна. Ну, в общем, какие-то куча нюансов и рынок уменьшается, уменьшается. А, то есть это не связано с тем, что его вообще хотели закрыть? Нет, его потихонечку и хотят закрыть. Просто это не единое пространство, а куча-куча разных стоянок, разных договоров с разными. Где-то с городом был поддельный договор, где-то вообще вон там вообще никакого не было. Просто люди покосили траву и поставили машину. То есть где-то договор с военными. Это куча-куча разных абсолютно не связанных между собой юрлиц или как правильно. А почему вообще началась вот эта история, что начали закрывать? Просто мне кажется, вот это то, что ты назвал, это как будто повод. Вообще никто не знает, то ли здесь будут дома новые строиться, то ли будет новый микрорайон, то ли ничего не будет, то ли рекреационная зона. Да, смотри, аж дождь начался. Правда? Тут можно о таком говорить? Или это святая земля? Святая земля. У кого Владивосток. Может ли это быть связано, знаешь, с современным вот этим вот раскулачиванием всяким, которое сейчас проходит? Да нет, а что раскулачивают-то? Ну да, что здесь делать? Не, я имею в виду то, что коррупцию сейчас всю гасят. Я про вот это, военных там. Не, это к Владивостоку не относятся. Вряд ли. Пойдем. Прям так нихерово. Причем, да, надо в прадик нам быстренько запрыгивать. Так, ну нам тут дали на машинке покататься. Давай хоть сядем, потестим ее. Это у нас танк, на который я склоняюсь как раз таки больше всего. Ну, надо проехаться, потому что я эту машину, вот первый раз вот в такой машине сижу, и сейчас надо хоть посмотреть, как она мне будет. Ну, по кадру я сразу скажу, между нами расстояние маловато, конечно, не Камри. Ну и не Приора. Ну и не Приора, да, согласен. Априори мы прямо вот так вот, плотничком друг к другу сидели. Я смотрю вот так вот, конечно, прям в двери. Тебя видно, да, ну посмотри, как ты снимаешь. Вот так вот. Нормально, поехали. Автомат так непривычно, да, не вот здесь вот, как обычно, вот прямо вот так. А, в этом плане. Как на автобусах, знаешь. Слушай, ну нам тут сильно там разогнаться не получится, чуть-чуть проедемся. Ну как тебе вообще посадка там вот эта все? Первое, что бросается в глаза, сразу обзор очень большой, ну так чуть-чуть выше же сидишь, да. Маленький, компактный, то есть очень удобно куда-то заезжать. Мотор такой, да, и хотя бы есть после Лисянга, которого вообще звука нету, прям даже такой радует. О, началось, началось. Не, мне прям вот, я прям недооценил вот это, знаешь. Я думал, ну и есть, и есть, нету, и нету. Оказывается, очень важно, чтобы звук мотора был. Особенно, если это V8, да, как на GMC? Да даже то, что ты мне на крауне, знаешь, когда вот там 3,5, ну 3,5 тоже нормально. V6, вот что важнее. И там я прям слышал вот этот вот в совокупности, знаешь, вот эту работу электротяги и вот этого мотора, и он такой, знаешь, там, выходит, атакую, не передать его, знаешь, он такой звук, прям клевый. Я прям чувствую, когда вот так надо где-то резко, знаешь, там ускориться или обогнать, вот я прям чувствую этот звук. Здесь, я думаю, звук тоже будет очень сильно слышно, но он такой, конечно. Но, блин, он есть, это прикольно. Так здесь же двигатель от мотороллера. Поэтому этот, ну слышишь, прям он ее тащит, тянет. А, что здесь слышишь, как габаритом надо еще прыгнуть, у него же там мордочка вот такая вот. Я вот тоже к такому не привык еще. Да нет, кайф, я думаю, мы же сейчас с тобой возьмем машину и опять, как в старые добрые, это у нас уже с тобой. В насколько старые, в добрые, да. Ну, с 19-го года мы так с тобой гоняем. С 19-го. Первый был в 19-м, потом еще у нас было, когда мы новый последний Краун гнали, потом еще вот с Якутии, получается, там почти по тому же маршруту мы проехали. Вот сейчас четвертый раз мы так будем ехать. А, подожди, а с Новосибирска сколько раз? Мы Чуб угнали. Ну, там как будто уже половинка маршрута. Ну, все равно тот же самый маршрут. Ну, вообще, да. Блин, надо что-то придумать, какой-то другой маршрут, даже мы одним этим же ездим. Не, ну по северу ехать. Так и то, по северу, это ж только до Омска, а от Омска до Владивостока вообще одна дорога. Помнишь, когда мы с Якутии ехали, нам говорили, что можно как-то там поверху было проехать, ну, там прям нужна машина для этого. Ну, это может быть с Якутии. Да, с Якутии. А если мы берем с запада? То мы едем в Якутию. А потом спускаемся на Читу и опять по той же самой дороге мы едем до Омска. Нет, там не надо на Читу спускаться. Там можно вот так спускаться на Читу и вот так ехать. А можно вот так поверху ехать. Ой, да там это, медвежьими тропами. Вот, я тебя прощаю. Ну, блогер или кто? Ну, это не для этой машины точно. Тут нужен какой-нибудь танк. Настоящий какой-нибудь танк. Не Toyota танк. Ну, ладно, пойдем еще чуть-чуть посмотрим. Ну, вот это мне даже и внешне больше всего нравится, и внутри она мне нравится, и по цене она меня устраивает. И то, что это Toyota мне нравится. Ладно, пойдем в другое. Я уже тут устроился сзади. Как тебе? Мне кайфово вообще тут сзади. Смотри место. Удобно? Да кайф вообще. Давай камеру. Нет, так не получится. Ну, снил, выдерни наушник просто. У тебя есть GoPro. Садись за руль давай. О, нифига. А тебе сзади удобно было? Смотри, у меня ноги прям полностью ходят. У меня место как будто дохерища. Что, поехали? Да, давай. Пристегиваться надо? Конечно. А то оштрафуют. Это у нас Honda. Это N-Wagon. N-Wagon, да. Для парковочек. А где? Ну, может быть, ножник. Ага. Поехали. Погнали. Ох, нифига, там что-то провалилось. Слушай, ну вообще прям малышка по габаритам. Я не знаю, или я привык к классическим каким-то седанам. Обзорность и правда очень крутая. Наверное, из-за того, что сидишь высоко, как в этом, типа как в минивене что ли. Ну и окно большое такое. Да, окно здоровое. 140 на приборке чисто. Больше, судя по всему, вообще никак. И дай бог, чтобы 140, да? У оператора, кстати, опятое, чтобы вы понимали, чем он оправдывает. На 3,2. А вот еще, кстати, знаешь, что удобно? То, что у нее же нет багажника. Ну да. И по зеркалам удобно прям жопой подъезжать. Вот это я люблю. Габариты, да, у него что спереди капота практически нету, что сзади нету. Ну, кстати, да, спереди вот я к машине подъезжаю, вот я прям вижу его весь. Вот это круто. Нет, удобно. В этом плане очень удобно, конечно. Смотри, тут есть спорт. Есть драйв, а есть спорт. Тут мы, конечно, фига щетим, в чем разница. Ну да, это уже в дороге. Спорт, а не спорт, а да. Слушай, ну вообще очень прикольный. Удивительное совпадение с течением обстоятельств, что у Жеки как раз таки застряла тачка, от которой отказались люди. Именно Кейкар. Вот, кстати, то, что мы забрали у Женька. Да? Меняем по-быстрому. Да не, на самом деле, вот, танк, который мы забрали, это у тебя работник ездит, да? Да, да, это нашего менеджера машина. Ну, это, кстати, уже не миллион. Совсем не миллион. Это уже, наверное, где-то два. Да нет, миллион четыреста, наверное. А. Попал миллиона четыреста. Не, ну просто здесь и обвесы там, да, и диски. Обвесы и диски, это он уже поставил сам. Давай посмотрим, что мы у тебя забираем. Ты мне тут дал что? Я тебе дал документы. Машина растаможена на юридическое лицо. Получается, я у тебя купил машину так, что мне не надо теперь платить утильсбор. Он выплачен в полном объеме. То есть мы, поскольку прекрасно с тобой понимали, что машину, ты на ней не собираешься ездить. Как это не собираешься ездить? Я на ней сейчас 10 тысяч километров проеду. Понятно. Но тогда бы тебе... Мы могли бы ее растаможить под пять двести, пять тысяч двести рублей. Но тогда что нужно было бы? Тебе нужно было бы прожить год, поставить ее на учет в течение 11 месяцев на себя и только через год продавать. Такого же плана нет? А если я передумаю? Нет. Ты теперь можешь ставить ее на учет, делать все, что хочешь. Просто мы ее растаможили под более дорогой утиль, под коммерческий, чтобы ты в любой момент... Просто это вы попали на утиль? Нет. Выходит, что так, наверное. Заплатил ты, попал я. Так подходит? Так круто. Это у нас танк 17-го года. Да. Средняя комплектация. Хорошая комплектация у него. Ну, не минимум, не максимум. Нет, это не минимум. Средняя. Что у него хорошего? Это у нас климат-контроль, две электродвери. По-моему, есть круиз, да? Ты у меня спрашиваешь? Ну-ка, давай глянем быстренько пять сек. Ради интереса. Да, есть круиз-контроль. То есть ты сейчас по трассе с кайфом поедешь. Включишь на круизе 70-е, и будешь двигаться, не торопясь. Саня, кстати, не любит круизы. Он ими принципиально не пользует. На танке полюбит. Мне же надо чувствовать машину. Это Саня привык к крауну 3.5 гибрид чувствовать. Тут надо потихоньку катиться, не торопясь. А сколько он 120 не поедет? Да и 140 поедет. Ну, это максимум. А давай ты мне этот, ватсап напишешь. Жека, лечу с такой-то скоростью, педаль в полу. Сколько она у тебя пробовала? Ой, я не помню, Саня. Ну, не очень долго. Полгода, два месяца. Санек, я не помню. И причем у него один вот этот кейкар и висит, и он такой говорит, блин, забери у меня эту машину. Но он так не хотел, чтобы я рассказывал, что именно я у него эту машину купил как в наличии, ну, потому что так и есть. Вот у него зависла тачка, мы у него забрали. Потому что он говорит, теперь мне люди все будут писать, а что там, Женя, у тебя есть? Потому что он не продает машину вот так вот в наличии. Он именно занимается привозом машин. И, ну, поэтому он там говорил, давай так скажем, давай так скажем. Ну, говорим, как тебе, а напомним, как она у тебя оказалась? Напоминаю, поскольку у нас не бывает автомобиля в наличии никогда, мы возим авто под заказ. Ну, бывает иногда недобропорядочные граждане. Мне просто так веселит, он так не хотел говорить, что эта машина у него в наличии была. Не хотел говорить. Что он только возит машины под заказ. А то сейчас я у него куплю в наличии машину, и все будут потом к нему приезжать. Алло, здравствуйте, есть в наличии? Есть что-нибудь в наличии? В наличии нет. Слушай, а у тебя, когда, кстати, отказывают, ну, ты же какой-то забираешь? Ну, комиссию не возвращаем. А, комиссия 11 тысяч. Долларов? Комиссия по Японии 49 тысяч рублей. 49, да? Да, все верно. У него зависла тачка, он мне предложил хорошую скидку, потому что блогеры, он любит блогеров, он любит с ними сотрудничать. И мы забрали у него эту машину. Да, цвет бы я, наверное, выбрал другой, потому что я не люблю такой цвет. Но тут такое предложение классное было, что, блин, отказ от этого, ну, глупо, по-моему, было. Спасибо. И помог, и поснимали, и классно машину продал мне. Всегда рад помочь. С хорошими скидками, как всегда. Ну, не без скидок. Кстати, я тут еще стал участником розыгрыша вот этого крутого Прадика. Потому что все те, кто заказывают машину через компанию Влад Дилер, тоже автоматически становятся участниками этого розыгрыша. И это у нас Прадик, который я теперь рассчитываю выиграть. Да, правильно, все рассчитывают. Это какой у нас год? 21 год, ноябрь. Блин, кайф вообще, еще на обвесе моделиста. Единственный минус для меня – правая руль. Сказал человек, у которого праворульная машина. Да нет, ну, у меня просто надоел уже правый руль. Я хочу уже на левом ездить. Ты сам-то на чем ездишь? Хороший руль левым не назовут. Сам я езжу, ну, на Прадо иногда бывает езжу. Короче, не скажешь, на чем ездишь, но ездишь на левом руле, между прочим. Ну, между прочим, да. Но это, кстати, последние там пару лет. Хотя нет, не последний. Второй минус. Ты какой? Тонированная. Ну, давай снимем тонировку. Ну, это когда выиграю, тогда сниму. Понимаешь, еще, кстати, проблема для тебя, если я выиграю будет. Ну, скажешь, что это постановка? Да. Поэтому порядочно было бы мне отказаться, если я выиграю. Ну, блин, такая крутая дачка, что это будет сложно. Так из чего, Ряди, вообще? Что за бред отказываться от таких, да? А у тебя, ну, прям вот, ну, прям будет видно, все, ну, что, сто процентов. Будет прямой эфир. Ну, что в прямом эфире? Так как? Полностью. Как это, как это выглядит? Ну, просто открой мое видео с предыдущим розыгрышем. Ну, на самом деле, это будет так. То есть, приедут люди, тут будет у нас как праздник. Возьмут номерки, разрежем их. Покажем людям, подойдем, что это все разные номера. Ну, как это, как билеты какие-то? Нет, нет, такие маленькие номерочки. В барабан. В барабан. И люди же будут, вот у нас прошлый розыгрыш, мой сын вытаскивал. И люди просто, гости приехали такие же. И вытаскивают, и объявляют на камеру. Я могу сразу прикинуть, как можно вытащить тот билет, который... Никак. То есть, там здоровый барабан, и человек вот закатал. И как пометить, если это вот из толпы человек, гости приехали, вытаскивали. Давай тогда, чтобы он вытаскивал вот так вот. Так и есть. Вставочку сделайте, там будет видно, что там такого не получится сделать. Ну, блин, меня-то ждать теперь до Нового года. Да, будет под Нового года? Ну, вообще у нас розыгрыш до 1 октября. Ну, ты говоришь, скорее всего. Ну, возможно, продление, да. Ну, короче, рассчитывайте. Вообще, мы вас зовем в гости, приезжайте на розыгрыш, посмотрите все свои... Повытаскивайте билеты. Женя, очень тяжко. Мне почему-то с возрастом все тяжелее даются вот эти билеты. Каким тебе возрастом? Вот уже... 35 лет. Вот уже тяжко. Ты 90, что ли? Мне перепады вот этой вот... Как это? Давление? Да, нет. Во-первых, часовой пояс меня убивает. Когда я сплю, это ночь, там, и наоборот. Плюс теперь еще это влажность. Я раньше никогда не чувствовал. Ну, зимой-то влажности осенью-зимой не будет. Будет сухо и хорошо. Да, но перелет 8 часов. Тоже, как бы, знаешь, ни хера себе. Просто за Прадиком я пострадаю. Да, то есть получается забирать Прадо часовой пояс, влажность, возраст. Хоть на поезде 7 дней мы приедем. Пешком дойду. Хоть на машине мы сюда приедем, заберем и поедем. Я понял. А вот просто посмотреть. Нет, я думаю, я в прямом эфире посмотрю. Тут, кстати, помнишь, нам рассказывали, что должны сиденья прям в пол складываться? Ну да, типа полный диван должен быть. Ну и хрена, блин. Ну, не складывается одно сиденье. А, можно вот так вот еще сделать. Ну, тогда сделаем вот так вот. Так, ключи у меня, все у меня. Ну, что, все, блин. Вроде. Можно выдвигаться. Сейчас мы выезжаем в Благовещенск. Из Владивостока в Благовещенск. Там уже должна нас ждать Настюха. Потому что именно оттуда она поедет в Китай за фурой, которую она будет перегонять через всю Россию. Ну, мы надеемся, что так это получится. Пока что это все в процессе, это не точно. И мы не можем ей запретить ехать на фуре и заниматься вот этими делами. Но мы можем ее подстраховать, чтобы мы были рядом. В случае чего человек у нас нестабильный по здоровью. И надо хотя бы его контролировать, чтобы быть рядом, чтобы, ну, помогать в чем-то где-то. Может быть, тоже что-то еще интересное снимем, потому что по пути много интересных авторынков будет. Может быть, где-то, я не знаю, в дороге я даже не доеду до этой машины. Где-то я ее или продам, или меня обвиняют. Потому что машина классная, машина дешевая. И они знают, что, ну, я вряд ли себе ее оставлю. Да, потому что у меня есть другая машина, более мне интересная. Но я, как говорится, располагаю к предложениям по этой машине. Ну, почему, я не пойму. Зацепила меня, осветила меня, на порога вела. Вольну ты не дала, зацепила меня. Ла-нули-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как непривычный, конечно. Много места вообще. Много и не туда места. Блин, зато, вот слушай, как семейная машина, прикинь. Ну, можно, я не знаю, какую-нибудь тумбочку перевезти. Не успели выехать, уже недовольство. А ты, кстати, не в курсе, у нас запаска есть? Не вижу. Или хоть что-нибудь? Не вижу. Хотя бы, знаешь, для починки. Жгуты. Мы, короче, вообще без ничего едем, да? Ни инструмента, ни запасок. Просто с Настей обычно ездим, там пол супермаркета еще сзади едет. А мы и так сойдет. Да, решим что-нибудь, да? У меня, кстати, видел тут кнопки, я себе могу дверь открывать вот отсюда и закрывать. Удобство. Блин, я не помню, что такое пикает, слышишь? Ага. Ну, пристегнутые. Хотя вот ремень горит, да? Вообще, вон мигает. Ирор. Ну, мне кажется, это вообще левая шляпа какая-то, которая не имеет к машине никакого отношения. О! Отключил, получается. Вообще непонятно что-то. Ну, на сигналку похоже. Ирор мигает. Ты как будто просто звук, да? Ну, это на сигналку похоже, да? Да фигу. А здесь есть сигналка? Еще вон дальше, 2, 9 какие-то, смотри. Здесь две. Ну, вот еще какая-то. Вот две. Хрен его знает, что-то такое. Ну, это что-то, походу, японцы понавтыкали. А ты, бля, не видел когда-нибудь, смотри? Ну, парковка, задняя, нейтральная, обычная, дэшка, эс, типа, быстро, а бы это что-то. А бы, я не знаю. Может, это типа какой-нибудь, это, полный привод, может, что-то подключаемый. Мы, конечно, загуглили с тобой, а вы, если знаете, можете написать в комментах пока что. Чтобы другие уже тоже узнали что-то. В общем, как вы понимаете, забрали мы машину у Женька очень дешево. Ну, относительно того, что не стоит. Ну, и тем более, у него просто танк был. Как вы помните, я так повыбирал, и мне больше всего понравился именно танк. А ты, кстати, помнишь, где мы первый раз танк увидели? Когда мы с Якутией ехали, и у нас там подписчик нас остановил, ну, в какой-то кафешке, и рассказывал про свой танк. Еще я тогда его оценил, говорю, прикольная машина, показывал ее. Тачкой я полностью доволен. Понятное дело, что можно было бы поискать получше, ну, скажем, ну, что получше, типа посвежее. Как будто полтора за кей-кар уже, но... Ну, нет, ну, тут же, видишь, просто мы с тобой приехали конкретно купить машину до миллиона. Показать вот людям, что есть еще альтернатива на Дальнем Востоке до миллиона. Поставочка свежую машину, ну, относительно свежую. Да, понятно, что до миллиона тут, ну, очень много, кстати, этих машин, но хотелось бы, Никита, там, дрова вот эти старинные, там, потому что в нормальном состоянии, тоже, да, из области фантастики, найти машину, чтобы она была и клевая, и в хорошем состоянии. Когда ты покупаешь машину до миллиона, ты должен, ну, понимать, что это вот с какими-то поправочками должно быть. И снится нам не роком космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам дрова, дрова у дома, зеленая, зеленая дрова. Я, кстати, заправляю 95-й, не жирно, как ты считаешь? Нормально. Или 92-й надо было? Зачем? Смотри, кстати, я тебе какую взял, тебе какую-то. Давай желтую. Держи. Я не любитель вообще кофе? О, горячая. Да, прикол в том, что здесь же во Владивостоке кофе в таких баночках, и здесь не в холодильниках они стоят, а, как он, в печках? В печках. Печки такие, то есть он подогревается, и вот такие горячие баночки кофе получают. Кстати, полный бак, это 30 литров, походу, здесь. Газ, это палац? Нет. Я чуть-чуть его берегу, сильно рычит. Вот, смотри, едем. Почти уже стрелку ложат. Ну, правда, и спуск такой. Здравствуйте, а к вам можно попасть? Мне нужна две квартиры у вас или как, или какие-то комнаты. Сколько у вас человек? Двое. Два мужика, просто в разные нужно. А вы где сейчас находитесь? Напротив этого объявления, около гостиницы. Ну, одна студия прям рядышком здесь, вот в девятиэтажном здании. Да, я адрес напишу. Хорошо. Ну, на этот номер, да, пришлете? Я пришлю все на этот номер. Заселитесь и денег попереведете тоже прислете. А какая цена? За 500. Ага, все, понял, спасибо. Блин, какая проблема с этими гостиницами. Я тут просто уже распсиховались, потому что приехали, забронировали, нам надо было час ехать. Ну, давай ты, пожалуйста, для тебя это большая боль. Короче, договорились с чуваком, что два номера снимаем. Ехали часа полтора, приезжаем. Он говорит, все занято, я только что снял. Я говорю, а что, не позвонили, мы же договаривались. Он говорит, для брони надо вносить предоплату. Я говорю, а что вы не сказали? Он говорит, а я сам не предлагаю. Короче, давай посмотрим, что нам прислали. Вот чудо, просто мы едем дальше, я понимаю, что до Хабаровска еще три с половиной часа, уже первый час. Я вообще сюда, в эту дорогу поехал такой, как бы, сонный еще. Думал, пораньше лечь, и нихера нигде номеров нет. Ну, это классик. Так, только не озвучивайте, а потом, когда возьмете крючок, положите крючок. А, вон, все, я уже понял. Лапочка. Сладно, наверное, заберемся. Закройте лапочку. Короче, попалите. Прочитаем. Ага, я понял. Так. Так. Ну, тут побольше, слушай. Чего и постираться можно. Смотри, тут духовка уже прям. Еще, может, и ютюб есть. Итак, вот такой вот у нас ужин здесь. Вот такой вот у нас повар. Плюс еще сардинка, сырок. В общем, ужинаем. У нас, по-моему, уже второй час ночи, да? 0.49. А, ну еще нормально. По нашему графику. Ночуем и утром выезжаем, едем дальше. Итак, проверим разгон машины. Включаем спорт режим. И погнали. Просто мы... Спорт, реально спорт. Просто мы очень соскучились по звуку мотора, потому что последняя поездка наша проходила на Али, полторашка, да? Но там вообще звука мотора нету, хотя здесь мотор еще меньше, 0.9. Давайте послушаем. Я уже просто слышал, как он орет, и тут, наверное, будет что-то сейчас. Погнали. Может, тут включить таймер. 100. Ну, по крайней мере, по спидометру 100. Ну, кстати, звук такой нормальный, да? Как у мопеда. Не, ну, на мопеда он такой, более писклявый, что ли. Ну, потому что там объем меньше, в 10 раз. Или в 20. Ну, то есть, звучок есть. А, слушай, наверное, когда мы просто в гору ехали, то, наверное, больше гудил вариатор даже, да, аниматор. Скорее всего, да. А здесь прям такой звук мотора, ну, приятно. Слышно, прям мотор звучит. Это прям тапка в полную положительную. Я просто слушаю без камеры бесконечную рекламу этой машины, что здесь и всякие там плюшки здесь навернуты, и рулится она круто, и разворачивается, и что-то он еще тебе нравится здесь. Да вообще все здесь, блин, этот, как он называется, вот этот, круиз-контроль. Лидары стоят, я лидары увидел. Вроде как, по идее, если есть и лидары, и круиз, может еще и удержание полосы быть. Вот сейчас разворачивались, я говорю, я офигел с того, какая она крутящаяся. Я вчера парковался на парковке, я кручу, кручу, кручу. А он никак не упирается, и в итоге он докручивается, и машина чуть ли не как танк на месте разворачивается. Очень маневренная, короче. Вообще капец, я говорю, места дофига. Также ты говоришь, что здесь везде придумали японцы под все вот, ну, всякие... Всякие, да, всякие карманчики, подстаканчики, куча. Единственное, только для водителя есть такая классная. Да, вот почему действительно вот здесь не поставили вот этот вот подлокотник, что стоило, я не знаю, может, утешевили тем самым. А, ну еще ты говорил, что материалы, хотя они вроде пластмассовые, но они как. Да, здесь пластик, но он какой-то комфортный, он сделан под кожей, но это не кожа, если что. Бывают такие машины, вот как старые китайцы, да, бывают даже старые японцы, ты в них садишься, и тебе вот, ну, тактильно, неприятно, ты щупаешь руль, и ты такой, ну, ты понимаешь, что ты в каком-то дешмане сидишь. Единственное, что мне не нравится, здесь вот кресло реально как в автобусе. Ну, это да. Как будто бы, знаешь, если бы я такую машину брал для себя, я бы вот реально просто нашел бы какие-нибудь, заколхозил кресла, не знаю, откуда-нибудь бы там, может, с BMW или с Mercedes где-нибудь на разборке выкупил, и приколхозил бы сюда реально кресло, потому что здесь никаких электромоторов, ничего нету, здесь просто кресло с механикой. Слушай, ну, мне кажется, тебя просто еще здесь подкупают очень цена машины. Так, нет, а в этом главное, то есть, столько всего за свои деньги, то есть, если бы она стоила там 2 миллиона, я бы ее не нахваливал. Вот, а так как она стоит меньше мульта, сколько, в среднем, мы смотрели, 1800 такие машины стоят. Ну, да, ну, короче, ну, миллион в среднем, то есть, есть же и миллион двести, который получше там. Единственное, конечно, да, эта машина не для трассы вообще. Ну, не хватает тяги. Вообще никак не хватает. Ну, опять же, может, потому что мы привыкли, как бы, носиться побольше. Слушай, да нет, я думаю, Кейкары, они, в принципе, изначально проектировались, как машина для города. Нет, ну, это понятно. В Японии там вообще трасс нет, там ездить некуда. Просто люди, ну, по-разному ездят, и кто-то вот 120 едет спокойно вообще. Ну, может быть. А сход плюс у этой машины еще. Расход, да, расход, скорее всего, никакой. Вот мы едем, 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 а мы еще второй бак даже не с расходом. Хотя... 11,2 покажем. 11,2 километра на литр. А, там же по-другому считается. Да, то есть это получается, если мы в обратку считаем, это литров 8, ну, хотя для трассы немало. Но ты видишь, как я еду. Мы же сейчас просто... Да, да, для маленького мотора все равно тянуть... 4,5 тысячи оборотов я постоянно еду. Ну, это, да, это у тебя перерасход идет. Вот если бы ты ехал там 3,5, расход был бы меньше. Автоотключение мотора. Вот тут режим этот, как мы узнали уже, это притормаживание двигателя. А, это B-передача. Да, на стойках вот эти вот дырки, через которые ты видишь, что у тебя за стойками находится. Нет, машина люто продуманная. Ну, в общем, конечно, восторгим от этой машины. А, двери, двери, вот это самое удобное, это двери. Не вот эти обычные, а то, что ты вот так вот открыл, и все. И можно там с магазина пакеты поставить. Для жены там отвезти ребенка, там куда-нибудь в школу, съездить в магазин, там пакеты поставить. Как просто полугрузовая, как вторая машина для дома. Там что-то увезти, привезти. Блин, тут холодильник можно вывезти в этой тачке. Так же вот тоже все регулируется, да, там зеркала можно регулировать. Да, эти, вернее, регулировки электрические, все есть, блин, вообще. Японцы, короче, молодцы. Нет, K-Car, это вообще, я считаю, это надо, знаешь, как-то запатентовать, как произведение искусства просто. Вот K-Car, это вот сама разработка, концепция K-Car, это прям это лютейшее достижение японцев. Короче, мы когда будем продавать машину, мы просто вырежем этот кусочек, да? Нет, кайф, кайф. Ну вот мы и добрались до Благовещенска, уже выспались, уже вот она, Насюша. Здравствуйте. Ты уже все приехала, уже подготовилась к Китаю, напоминаю, кто как-то пропустил этот момент, вот она должна ехать в Китай, забирать там фуру, перегонять через границу, также расскажем про авторынок Китая. Приграничного города именно, да? Ну да, это тут сильное отличие. И потом через всю Россию погоним, и я буду ее подстраховывать, потому что человек у нас... Своеобразный, да? Вроде уже не болезненный, но все-таки... Мало ли чего. Лучше, чтобы я был рядом. Но ты уже видела эту машину. Малышечка-курашечка такая вообще, смешная она. Прикольно, что она, да, вот, как Вокси был, что у нее тоже такие там двери, все. Прикольно, что у нее по факту морда, как у тягача практически, считай. Ну, очень маленькое расстояние здесь. Ну, еще бы чуть-чуть, и просто было сплошное лобовое стекло и бампер. Но она такая забавная. Хочешь прокатиться? Прокатиться? Вот так вот, кружочек просто идет. Ну давай. Сразу газ в пол. Он заорет нормально сейчас газ в пол. Делаю газ в пол. Она еще, ну, как бы холодная, ее надо прогреть. Ну, вообще, гоночная гонка. А, там включи спорт. И еще и спорт есть. А, вот S это спорт? Ну, типа. А что оно пикает? Вон, видишь, что там? Там сверху кнопка. Нажми на нее. Прямо на этой пластмасске сверху кнопка. Все. Короче, мы не знаем, что это такое, но мы нашли, как это выключать. Сами методом тыка? Ага. Не, ну ракета, ты что, блин. Давай. Ти-ти-ти-ти. 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 Ой, 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 ой. Нормально. А в крауна не тарахтаться бы. Ну ладно, еще она накатается. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова